Приветище! Ты посмотри на мои очочки, ты посмотри на мою кепочку, посмотри на мою бороду и на мои блестящие как биде, как унитаз, зубы. Это, короче, Роблокс. Прошло целых два года, как я решил сюда вернуться. Ну, как бы, знаешь, раз в год можно-то и поиграть. Что-то мне сегодня нечего было снимать, я думаю, дай-ка вспомню, тряхану своим стареньким песочком. К тому же у меня тут еще были Роблокс, ты представляешь? И я решил прикупить себе стартовый набор, поэтому у меня 25 тысяч долларов тут есть. В руках у нас какая-то неведанная фигня, которая позволит нам добывать все, что мы захотим в этом мире. Мы по заданию вырезаем сейчас 10 деревьев, за них мы получим 150 долларов. То есть, ты понимаешь, да, расценки какие-то, нечебродские? 150 долларов, а у меня в кармане 25 тысяч. Ты-ты-ты-тыч. Я очень богат. В будущем я хочу купить себе тачку, на ней буду гонять, она всего 10к стоит. Почему бы мне ее не купить сейчас, например, да? Я могу себе это позволить. Прикольно, как олигарх, заходишь в игру и можешь себе позволить купить что-то. Мы сели в тачку. О, она классно ездит, у нее даже и фонари горят. На самом деле, ощущаю себя, как будто на инвалидной какой-то коляске, знаешь. Едешь, рука впереди. Я могу, не слезая с машины, рубить что-нибудь? О, могу. Ну, точно, как на инвалидной коляске. Смотри, думал, наеду, а она соберется. Но нет, приходится все ручками тыкать. Мне еще парочку деревьев надо срубить, а потом мы приступаем к копанию, разбиванию камней. Будем с тобой каменюги ворочать. В принципе, можно это сделать сейчас. Чем-то напоминает Ламберт Айкон. О, наконец-то, 150 долларов плюсом. Ну, надо же как-то бабоськи возвращать себе в карман, потому что я потратился на тачку. 10 тысяч, это не хухры-мухры. Сколько там за камни дадут? 10 камней, 150 долларов. В принципе, как и за древесину. Окей, требует уровень 1. А у меня что, не первый уровень? У меня нулевой, что ли, какой-то? Значит, у меня тут куча камней уже. А, камни у меня на рюкзаке, ясно. Поэтому я не могу брать, да? Пятнарик максимум в рюкзак влазит. Ммм, чёрт подери, надо расшивать рюкзачок. Где тут выгрузиться можно? Вот сюда, на парковке? Нужно фабрику построить. Ну, пойдём посмотрим, значит, что я могу купить. Байлэнд, 15 тысяч. Хе-хе-хе-хе-хе. 500 миллионов все. Подожди. Комбайн первого уровня. А, так вот, мне вот сюда нужно подойти. 3 тысячи. Покупаем. Комбайн есть. Зона продажи. Вот давай мы её, наверное, где-нибудь здесь сделаем. Заходим сюда. А, во. Всё понятно. Сейчас я подкачу туда древесину свою, 30 штук в коробке, которая у меня есть. Давай, выгружаемся. А, блин. Понятно. Я вначале беру это всё себе в рюкзачок. Потом скидываем. Опять в рюкзачок. Потом скидываем. Окей. Потихонечку въезжаю в суть игры. Ладно, что делать? Как тачку-то достать? Блин. Ну ладно. Короче, короче, тут откисать. Давай камни добывать. Нам нужно ещё парочку камней. Потом 50 древесины. И купить, наконец-то, резак. О, цель достигнута. Копайте 10 камней. Спасибо за денежку. Смотри, какие здоровенные деревья. Требуется уровень 2. А я же ещё такой маленький лошара-нубера, который может рубить только какие-то небольшие веточки. Еее, надо бы встал. Надо бы. Так, подождите. Как мне? Чёрт. Придётся. Ах, пофиг. Давай заспауним. Надеюсь, на ней останутся мои ресурсики. А если не останутся, то это не осталось. Прикинь. Столько древесины профукланы. Мои силы и пот потрачены в посту. Резак, резак, резак. Где тебя купить? Вот, нужно пойти в магазин. Вот, я иду в магазин и покупаю здесь резак за 750. Я вижу резак здесь только за 950. Ну, давай его купим, пусть будет. Дальше, по заданию, нам нужно купить пресс. Вырезать до сих пор 50 древесины. Ну, мы половину уже сделали. Потом купить ферму деревьев. Можно, то есть, получается, сажать на своём участке деревья и их же срубать. Это, кстати, выгодно будет. Это забота об экологии. Только непонятно, как долго будут деревья у тебя на твоей ферме расти. Я, короче, обратил внимание, тут на чувака одного. Всё, у меня тачка забита брёвна. Он тут стоит и прыгает. Стоит и прыгает. Чё ты всё скачешь? Но ферма у него тут знатная, конечно. Всё, последние деревья синка. Ееее, цель достигнута. Вырезано 50 деревьев. И 500 я получаю. Купите грузовик. И мне за это дадут... А, ну я уже купил грузовик. И мне дали сразу же 1500. Теперь мы по-быстренькому с тобой разгружаемся. Выгружаемся, разгружаемся. Вот. Покупаем, значит, теперь пресс. Несмотря на то, что он у меня есть. Где тут пресс? Мне нужен пресс для моего пресса. Во-во-во, вот он, пресс. Почти 3000 стоит купить. 750 вернули. Дальше, чё нам нужно? Ферма деревьев. Ферма деревьев, где она тут? Ферма деревьев, вот она. Стоит 3500. Покупаем. Тысяча возвращается. Копайте 10 медных камней. Руду, короче, надо найти. Ладно, я понял. И, пожалуй, на этом всё. Пойдём теперь копать медь. Я думаю, что это вот оно. Это же медь, нет? Вот это вот, это не медь разве? О, медная руда, смотри-ка. Раньше было написано, нужен первый уровень. Но, видимо, я его достиг. А теперь пишется медная руда. Почему сразу нельзя было написать, что это медная руда? Смотри, как можно делать. Короче, едешь такой на медленной скорости. Вот это всё срубаешь, вырубаешь, добываешь. О, всё. Цель достигнута. Получи 500 долларов. Спасибо. Теперь это всё собираем в обратную сторону. Надо было деревья так же копать. Я вот понять не могу. Вот сюда что-то нужно скидывать? Для чего это? Может, сюда деревья нужно было притащить? Кстати, между прочим. Давай-ка я, короче, меч сейчас здесь скину. Так, пожалуйста. Стрелочки вроде туда показывают. Значит, кладём древесину. О, прикинь. Прикинь. И за сколько я её продам? Так, дороже. 75. Нифига себе. Давай мы, короче, вот эту штуку убираем. Вот эту штуку тоже убираем. Значит, смотри, что мутим. У нас есть 7 ферм деревянных. Мы сейчас эти фермы высадим тут красивенько. С двух сторон аккуратненько. Надо ещё одну купить для чётного количества. Теперь делаем здесь конвейерную ленту. И смотри, как это всё собирается воедино. Деревянное золото, ё-моё. И здесь зону продажи делаем. И всё. А, нет, какая зона продажи? Подожди, это ж надо распилить всё. Ставим резак. Оно всё пилится. И вот теперь отправляется в продажу. Чётко! Ииии! То же самое нужно проделать с другими шахтами. У нас здесь с тобой каменная шахта. Четыре штуки. Давай также их выстроим. Делаем, значит, тут конвейер. И поставим её у камней. Подожди, а камни можно, интересно, разрезать? Покупаем ещё один резак. Великий экспериментатор. Фигов. Сейчас окажется, что камни не режутся. Вот стопор то... А, нет, прикинь, режутся, режутся. Ну, знаешь, наверное, стоит всё-таки читать инструкции. Тут написано, что резак может резать и камни, и брёвна, и увеличивает их ценность. Почему я это сразу не просчитал? Ладно, всё, значит, камни порезанные отправляются на продажу. Всё, переходим, короче, разбираться с медными шахтами. Их надо как-то тут нормальненько так воткнуть. У меня места тут уже маловато для них. Тогда мы медные эти шахты делаем вот таким вот образом. Всё это дело отправляем в печь. Оно там плавится. Дальше, значит, из печи оно идёт сюда. А тут нас ждёт пресс. Но пресс здесь не влазит. Места маловато. Сейчас будем изощряться. Значит, конвейерные повороты будем мудрить. И вот здесь вот пресс. Ну, давай, пресс. Надеюсь, что руду-то ты сможешь запрессовать. Прессует? О, прессует! Ну, наконец-то! Слушай, интересно, а можно порезать вот эту руду или нет? Давай посмотрим. Возьмём парочку переплавленной руды. Скинем её сюда и посмотрим, порежется она или нет. Она едет, едет, едет. Не режется она. Так что её только прессовать можно. Ну, и докупаем зону продажи и ставим её сюда. Бабулечки потекли рекой. Накопил уже 19 косарей. Оказывается, когда у тебя есть ферма, которая всё это производит, то ты прилично быстро поднимаешь бабло. Теперь нам нужно купить экструкдер. Выглядит он вот таким вот образом, что он делает? Вытягивает материал в проволоку. То есть у нас будет медная проволока. Покупаем. А сколько он стоит? 12 кэсов. Они у меня есть. Берём. И нужно теперь вырезать 10 хардвуд-деревьев. То есть вот таких вот огромных, здоровенных, где они тут есть. Я их тут видел. Вот эти вот, наверное. Но сперва я хочу вырезать проволоку. Подождите. Я сейчас куда-нибудь экструдер воткну. Если у меня это получится. Он большой, нет? А, вот он такой. Чё-то из него проволока-то не делается нифига. Может нам прессовальную машину сперва убрать? Как думаешь? И поставить экструдер? Ну, 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 ну. О, точно, точно. Делается проволока. А если теперь пресс поставить? Будет ли это всё при... Нет, оно не прессуется. Так, и сколько будет стоить тогда проволока? О, ещё дороже, ништяк. А мы садимся в тачку и поехали добывать тяжёлое дерево. Ну чё, ты срубишься, надеюсь, в этот раз? Не рубится хардвуд. Требуется уровень 2. А где посмотреть уровень? А, вот где уровни-то, смотри. Комбайн второго уровня. Здорово. Кто-то ко мне тут приехал. Какая у тебя здоровенная тачка. Сколько в неё вмещается всего. Я такую же себе потом куплю. Короче, мне нужно улучшиться до комбайна второго уровня. И тогда я смогу пилить деревья второго уровня тоже, да? Так, вот мы купили. Получили достижение. Погнали, попробуем срубить. Выходим. Да! Действительно. Теперь я могу это всё дело рубить. Одно срубили. Второе срубили. Третье тоже срубили. О, можно наверх подняться. Сейчас по-быстренькому всё это срубим. Как мы это умеем? На опыте. Грамотно нужно их на лесопилку скинуть. Кидываем. Пускай распилятся, да продадутся подороже. Вот и всё. Кстати, оно по цвету совсем другое. Ну и стоит, соответственно, тоже дороже. Дальше. Купите Т-2 Резак. Т-2 Резак. 12 тысяч. Покупаем. А, денег не хватит. В смысле? Подожди, там написано 12 тысяч. Как у меня денег не хватает? А, 215 тысяч. Я не туда посмотрел. Я на шахту глянул. 215 ксарей. Ужас, как дорого. Копайте 30 железных камней. Железных камней? Ну, то есть железная руда нужна. Ну, поехали тогда вон туда в горочку. По-моему, я там видел тоже какую-то руду. Жёлтую. Ну, похоже на золото, конечно. Золотая руда, да. Она нам пока не нужна. Ух ты, посмотри, какие тут деревья. Интересный красный. Любопытно, любопытно. Будет удивительно, если дальше я увижу лаву. И мы окажемся на вулкане. Да ладно. Вот теперь-то я вижу реально огненные деревья. Неоновые. Прикольно. А чтобы их добывать, их же можно добыть? Уровень третий нужен. А вот эти, наверное, деревья уровень четвёртый нужен. И там, смотри, рубины есть. Да, это четвёртый уровень. Гляди, тут реально лава есть. Ну, поскольку я здесь выхода не вижу, да, и съезда. И чтобы не ехать обратно, я, пожалуй, спрыгну в лаву. Это же самый лёгкий способ. Что? В смысле ты меня не хочешь туда пускать? Подождите. Как это так выходит? Я хочу спрыгнуть туда, а мне не дают. Шо так скучно-то? А есть какая-нибудь кнопка быстрого возвращения домой? Ладно, чё, поехали, спрыгнем отсюда, раз я тачку научился переворачивать. Воу-воу-воу-воу, воу-воу, вот это нормас. Вот это я обожаю делать. И что у нас здесь? Это песок, что ли? Только не говоришь, что это песок. А, железная руда, ты прикинь? Мы упали куда нужно. Забираем, набиваем полный карманы. Руда, 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 железная руда. О, кстати, гляди-ка, там, кажется, лесенка есть. И куда ж она поднимает? Так, чё-то у меня вывалилось случайно. Куда эта лесенка? А, ну она наверх поднимает, если ты пешком сюда пришёл. Знаешь, чё печально? Вот самое печальное. Это когда забиваются все сумки и весь багажник твоего автомобиля. И ты не можешь больше увезти руды. Приехали. Пойдём выгрузим всё это дело в печь. Вот сюда выгружаем. Пускай это всё дело у нас поплавится. Чего? Слишком? Чё-то там было написано, слишком чего-то там. Подождите. А, видимо, уровень печи у нас слишком маленький. Точно, точно. 11 тысяч за железную руду. Это не хухры-мухры. И, между прочим, за необработанную. Ну что ж, я думаю, что подошло время закругляться. Если понравилось и ты хотел бы увидеть больше роблокса, то нужно больше, больше просмотров, больше лайков. И, конечно же, подписчики, если ты ещё не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов, которые будут выходить на канале. И мы вновь тогда услышимся и увидимся с тобой в этих видосиках. Так что до встречи, если ты подписал, скажешь.